Добрый день, уважаемые участники форума. Меня зовут Дюмин Андрей. Я буду модератором непосредственно живого общения с губернатором области Александром Александровичем Козловым. Когда вопросы мне закончатся, я задам, что они подразумевают под неживым общением. Хочется об этом узнать. Хорошо, будем готовиться к ответу. Я вкратце о формате общения и как это будет строиться. Разговор будет продолжаться столько, сколько будет времени для общения, сколько будет вопросов, сколько будет сил, желания задавать вопросы и отвечать. Но для начала, так как у нас форум уже начался, в рамках форума работает 10 площадок или траекторий, как это сейчас модно говорить. И поэтому я первые вопросы для начала нашего общения хотел бы представить возможность задать непосредственно кураторам площадок, треков. И первый вопрос. Долгов Алексей Сергеевич, руководитель проекта медиашколы «Облако». Здравствуйте, Александр Александрович. Хотелось бы сразу отметить ваш влог «Губернатор.лайф», который ведется действительно грамотно, качественно. Это тот формат, который интересен молодежи. И хотелось бы отметить, что сегодня рейтинг за август на сайте «Медиалогия» вы поднялись на три строчки выше. Вы уже в десятке лучших блогеров-губернаторов России. И в связи с этим вопросом, не кажется ли вам, что остальным руководителям ведомств, возможно, министерств, руководителям надзорных органов следует последовать вашему примеру, возможно, в рамках должностных полномочий? Потому что серые отчеты на сайтах ведомства молодежи не читаются, это неинтересно, это скучно. И поэтому, может быть, имеет место быть такая идея. Спасибо. Спасибо за вопрос. В действительности, такой блог в Инстаграме ведется. Я скажу следующее, что не все в правительстве были рады такому подходу, потому что нужно же реагировать. И вот эти официальные каноны, когда 30 дней на обращение, на рассмотрение обращения граждан, конечно, они уходят в сторону, потому что есть прямое общение, которое видно в режиме онлайн. И это и называется живое общение, по крайней мере, я для себя это понимаю так. Я скажу следующее, в эту работу очень хорошо втянулось сегодня Министерство транспорта, потому что много вопросов, связанных с дорогой. С Министерством здравоохранения, хотя самые такие, знаете, отстающие по ответам они. Я их постоянно министру звоню и говорю, ну что у вас там происходит? Причем у меня 17 вопросов, мне до сих пор так и не дали ответ. То есть включаются они, очень так тяжко. Министерство ЖКХ помогает, Венглинский Алексей Викторович своим ведомствам очень плотно участвует, но скажу пока еще не все. И вот я сейчас муниципальное образование тоже к этой работе склоняю. Многие вопросы сразу снимают, потому что у нас сегодня век коммуникаций. И вот эти коммуникации, когда они грамотно организованы, сделаны площадки и решение определенных вопросов своевременно доходит до тех, кто их может решить, оно соответственно улучшает жизнь. И зачастую у нас же многие, вот когда начинаешь разбираться, многие вопросы поднимаются не на тех площадках, где они решаются. А те, кто их решает, они, к сожалению, о них могут просто не знать. И вот наша задача в том числе вот через Инстаграм эти коммуникации наладить. И я скажу следующее, мы вот с моей командой, с пресс-службой сделали канал Губернатор Лайф тоже в Ютубе, потому что мы люди с вами молодые и современные, понимаем, что за Ютубом будущее, в принципе. И знаете, очень сложно сейчас с средствами массовой информации, у них свой же формат, 20 секунд нарезка, то есть вот это интересно, вот это неинтересно. И зачастую за определенный промежуток времени очень сложно донести. А еще некоторые каналы, сайты, они же гонятся зачем? Они гонятся за рекламой. А рекламу как делают? Нужно что-то громкое, кто-то зарезал, я не знаю, чьи-то там нижнее белье показали, еще что-то. А мы не хотим в такие игры играть. Мы сами хотим задавать тренд. Тот тренд, который сегодня интересен. И по просмотрам, по предложениям, по критике в том числе, мы воспринимаем, как скажем так, здоровую критику. То есть мы, исходя из этого, почему говорю мы, потому что в эту работу уже втянут не я один, а такой комплекс получается. Будем воспринимать правильно и рады всем пожаловать и на просмотр, и на участие. Почему? Потому что, ну, от обратной связи многое зависит. Мне, знаете, я всегда, когда мне каким-то чиновник докладывается, говорит, мы письмо подготовили, мы письмо отправили. Я говорю, такое чувство, как будто вы на почту России работаете, и еще если такое понятие отправлено, не значит получено. Только вот наша задача не то, что письма писать друг другу, а, соответственно, вот мир коммуникации как раз ближе становиться и в проблемах, и в объективности. Спасибо, Александр Александрович. Второе направление, которым работают молодые люди на форуме, это профессиональная ориентация и карьера. И я знаю, что по этому поводу есть вопрос у Тюкалова Светланы, руководителя данного трека. Добрый вечер, Александр Александрович. Подскажите, пожалуйста, какие профессии, на Ваш взгляд, сегодня актуальны и востребованы в Амурской области? С учетом того, что сегодня разворачиваются такие стройки масштабные, и эти стройки будут идти на протяжении, скажем так, 23-24 год, 25 они будут выходить только с этих средств. Если в графике будут, конечно, отклоняться, нет, то, скажем так, строительные специальности, инженерные специальности, конечно, идут впереди. Не могу не сказать о сельском хозяйстве. Вот мы, Павел Викторович Тихончук здесь присутствует, мы вчера буквально были на посвящении студентов в Дальгау, и вот я публикал фотографии в Инстаграме, там, комментарии, а где, как, когда. Мы с Павел Викторовичем вчера обсуждали, все ребята, которые сейчас заканчиваются, их разбирают, специалистов, как горячие пирожки. Почему? Потому что сегодня большое внимание их к сельскому хозяйству в нашей стране, и мы видим о том, что рост есть. И в действительности сегодня многих людей специфичных, с их образованием, их просто, хорошо бухгалтера не найдешь сегодня. И всегда, знаете, я скажу так, технические науки, технические науки, они, конечно, дают вперед. Ну и вот у меня и первое юридическое образование, второе незавершенное, я не успел, горный инженер Марк Шейнер. Я скажу следующее, РУФАК развернул мышление, то есть ты начинаешь искать, как решить, а не как не решить. А вот у моих коллег, у которых, скажем так, больше уклон был на техническое образование, они всегда говорили, допустим, определенную науку сдал, можно жениться. То есть это определенное посвящение. Вот все те профессии, которые технические, то есть они учат дисциплине. РУФАК учит решать вопросы. То есть когда у тебя и то, и то, и ты вообще гремучая смесь такая получается, и из тебя будущее перспективное. Ну и самое главное, знаете, как сказать еще? Много же зависит, как ты еще учишься. А многие хорошие специалисты, а вот такое чувство, вот начинаешь стройки инспектировать. И думаешь, вот, а где же ты был на этих занятиях и лекциях? Когда дороги без водных канав строят, да, дорожники наши, или еще что-то. Все зависит от того, как учишься еще, не менее важно. Сегодня технические специальности у нас на ВИЗО. Простой пример, 500 сварщиков нужно сегодня только Газпрома. Я когда работал министром ЖКХ в Сковородино, у нас когда котел первый полетел, и одного еле на транснефте нашел, и того беда логи день рождения было. Пришлось денег ему дать для того, чтобы он в свой день рождения пришел. Сварщика хорошего не найдешь, коронавщика не найдешь хорошего, тракториста не найдешь, экскаваторщика. Эти профессии сегодня нужны и важны. И, кстати, неплохо зарабатывают. Спасибо. Третье направление, которым работают молодые люди на форуме, это направление добровольчества. Достаточно важно. И вопрос Егжанов Александр, руководитель трека «Добровольчество». Добрый день, Александр Александрович. Я бы хотел у вас задать вопрос по добровольчеству. На сегодняшний день в стране активно развивается добровольчество. Поддерживается Владимиром Владимировичем Путиным. Ему недавно был представлен федеральный сайт «Добровольцы России» для учета добровольческой деятельности. Разработана концепция по развитию добровольчества до 2025 года. И у меня такой вопрос. Для того, чтобы наши волонтеры принимали участие в крупных мероприятиях не только в городе, но и в стране, в мировых мероприятиях, им необходимо на них присутствовать. Для того, чтобы их присутствовать, нужно волонтерам немного, потому что они проходят обучение, готовы потратить свое время для того, чтобы внести неоценимый вклад. Но проблема в том, что волонтеры не могут оплатить себе трансфер. Вот у меня вопрос. Возможно ли в нашем регионе создать какой-либо фонд, который мог бы спонсировать наших волонтеров для обеспечения трансфера? Ну или разработать какую-нибудь систему скидок с компаниями, которые бы предоставляли льготные билеты волонтерам? Потому что на сегодняшний день волонтеры – это не только молодежь, это и взрослые, и пенсионеры. И вот как раз перед вами здесь команда волонтеров, которые едут на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в городе Сочи. 7 октября мы уже отправимся на него. Спасибо. Хороший вопрос на самом деле, потому что я периодически с ним сталкиваюсь, но не только с волонтерским движением. У нас много молодежи, которая достигает определенных результатов и в рамках этих результатов начинает выезжать за пределы области. Вот буквально вчера решал вопрос с билетами нашим КВНщикам. Молодцы ребята, они уже сейчас в Беларусь поедут. И вот постоянно мы помогаем, условно, но это очень дорого на самом деле. И такое недешевое удовольствие, и зачастую приходится искать небезопасные источники для того, чтобы помочь. Потому что, к сожалению, на авиакомпании мы не являемся акционерами Амурской области, ни одной из авиакомпаний. Мы, конечно, как Якутия, допустим, у них своя авиакомпания. Мы могли бы, наверное, этот вопрос решить быстрее. Те скидки, которые сегодня предоставляются нашим студентам в виде проезда на поезде, ну, я, наверное, желать этого не буду. То есть, понятно, там куда-нибудь в Иркутск съездить ненадолго, то еще можно попробовать. Но если до Москвы поездом, то все волонтерство там и закончится, наверное, в этом поезде. Правильно, да, я понимаю? Все верно. Единственное, что я хотел бы обратиться вот к Андрею, сейчас он представляет одно из министерств внутренней политики. Мне кажется, на такие вещи нужны гранты. Нужны гранты, и мы с вами понимаем, что у нас есть, ну, как в году праздники, да, там, защищенные такие, скажем так, 9 мая, Новый год, 8 марта, День города, да. Такие праздники, ну, без которых мы не можем жить. Наверное, у волонтеров тоже есть мероприятия, такие типовые, которые, ну, нужно обязательно, там, на ВЭП, допустим, поехали, там, еще какие-то. И мы можем примерно понимать, сколько можно просчитать людей, примерно будет их посещать, сколько будет стоить, допустим, если полностью билеты, трансфер перекрыть, либо какую-то часть для себя определиться и использовать какую-нибудь грантовую политику на поддержку. Я полностью здесь поддержу, если министерство, конечно, подготовит такое предложение. Я думаю, здесь проблем никаких не будет, но здесь нужно понимать, о ком мы говорим, о каком количестве и этапе времени, потому что, ну, никогда мы за счет бюджета полностью не перекроем поездки всех, ну, даже вот со спортсменами пообщайтесь, ну, никогда такого не было, ну, наверное, и не будет, потому что, ну, к сожалению, ну, не хватит столько денег. Но помогать всегда надо периодически, потому что, вот простой пример, вот мы в БГПУ заехали, перед Восточным экономическим форумом, были ребята, молодежь, которая на роботехнике. Я им говорю, где машина времени, они рассказывают, еще пока не изобрели. И, ну, так как с учетом их ОСИ приглашала, они больших достижений достигли, я им говорю, ну, давайте мы найдем источник финансирования, и вы обязательно съездите на ВЭП, потому что там есть и ОСИ, там есть, в принципе, будущий шаг вашей эволюции. В общении. Они очень обрадовались, мы им полностью закрыли, там, с помощью спонсоров дорогу, проживание, троих ребят с собой взяли, они съездили, я думаю, для них это в жизни, ну, большой шаг будет потом, в последующем. Ну, и, соответственно, в ваших движениях тоже это должно быть. Но всегда нужно, перед тем, как что-то делаешь, и за что-то платишь, и ищешь помощь, надо всегда понять, зачем. Если это просто такой туризм, то это одна ситуация. Ну, туристов у нас много, да, в стране и в мире путешествующих. А вот если, допустим, мы понимаем, что вот есть молодой человек, он достигает чего-то, ну, у него разные условия жизненные, да, разные семейные положения, да, там, финансовое положение, а мы ему вот с помощью этой поездки, ну, возможно, есть, он съездит, посмотрит, пообщается, новые знакомства заведет. Вот у него, ну, как шоры, знаете, расширятся, и он поймет, что мир-то, он не только в своем городишке или на своей улице, но он намного шире и больше, и вызовы другие немножко стоят во всем мире. Спасибо. Ну, у меня еще есть один вопрос к вам. Как представители молодежи и молодых специалистов, вот, ну, наш Благовещенск, Камурская область богата студенческой молодежью, и когда заканчивают наши специалисты, получают диплом об образовании, им представляют ряд специальностей. Но никто, ну, мало кто идет на данные специальности, идет работать по профессии, вот, и молодежь, сталкиваясь, выходя из учебного заведения, сталкивается с такой проблемой, что нет места, где проживать. Вот, я сам столкнулся с такой проблемой, и многие кто из нас, просто этот вопрос у молодежи уже назрел, и вот, просто уже место быть. Я хотел бы у вас спросить, возможно ли для молодых специалистов, которые идут работать, например, такие, как врачи, учителя, предоставлять им, либо найм жилого помещения, либо, может быть, так же, как и для военных, устроить там ипотеку, которая будет софинансироваться. Ну, на самом деле, такие программы есть, их немного, но они есть. Вы гуглить не пробовали? Ну, я про Амурскую область. А я про Амурскую область и говорю. Не пробовали, да? Ну, я просто так, на память, в министерстве ЖКХ, я вот 4 года им руководил, была такая программа, она федеральная, улучшение жилищных условий, там она по 20-й год идет, и молодым семьям до 30% на улучшение жилищных условий, снижение расходов на приобретение квартиры, на приобретение квартиры. И если с детьми, то 35%. Потом, что у нас? Земский доктор есть. Это вопрос решения миллион рублей подъемные на недвижимость, когда врач закончил, допустим, в нашем случае АГМУ и едет, допустим, в районы Амурской области. У нас предоставляется сельскую местность. Но на память, могу ошибиться, ну, немножко, если погрешность, где-то с 2012 года за 5 лет мы порядка 270 студентов вот так поддержали. Ну, это большая сумма, представьте, 270 миллионов рублей. Потом у нас по Минобру есть поддержка до 150 тысяч и плюс ежемесячно 7 тысяч в виде субсидий на съем квартиры. Это раз. И, если не ошибаюсь, у нас, ну, не все 29 муниципальных образований, но где-то до 20 муниципальных образований оказывают меры поддержки у себя. Подъемные, ну, Тындинский район больше всех и Селимжинский. То есть, в принципе, механизмы есть по этому поводу. Ну, просто я говорю еще раз, погульгать, посмотреть и реализация по этому. Ну, сейчас, вот я как бы в вашем вопросе два вопроса открылся. Это поддержка, связанная с недвижимостью. И вопрос, куда идти дальше. Когда вы что-то заканчиваете, если вы цель ставите в долгую, вы не гонитесь за рублем. Сегодня до такой степени голод в людях, что если вы в долгую поиграете, вас все равно заметят и заберут, если вы это захотите. И вот играйте в долгую. Возраст вам позволяет играть в долгую. И не слушайте никого, что никто никому не нужен. Все это ерунда. Спасибо. Спасибо. Следующее направление работы, это связано в том числе с вашим предыдущим местным работой, Александр Александрович, это молодежное самоуправление, местное самоуправление. Это вот без рук, Алексей. Уважаемый Александр Александрович, у нас в молодой гвардии не так давно организовалось новое направление, называется банк студенческих стажировок. На данный момент мы формируем базу предприятий, чтобы в дальнейшем выступать операторами между вузами и предприятиями, чтобы ребята уходили на практику. У нас такой вопрос, возможно ли нам поработать с правительством, с законодательным собранием, чтобы наши ребята приходили на практику к вам и, возможно, самые лучшие раз в три месяца, допустим, становились бы помощниками министров на три-четыре дня. Я думаю, это было бы здорово. Спасибо. Идея классная на самом деле. Давайте ее вместе осуществим и через год встретимся здесь и подведем итог. Я не против, я только за. И скажу следующее. К сожалению, я не могу до сих пор, я не считаю, не надо бояться признавать что-то, если не получается. К сожалению, у меня сегодня нет в команде людей в правительстве, которые могут мне помочь создать резерв кадров. Я с кадровиком расстался, с нашим, я ему давал такое поручение, потому что через себя это проходило, я на угольном предприятии вырос. Вот этот резерв кадров позволял двигаться. Я видел, как у нас мог человек, работающий на разрезе, оказаться в головной конторе, потом уйти в московский офис, потом уйти в другой регион. То есть было перемещение, человек понимал, как у него вперед, горизонт был какой-то определенный. К сожалению, сегодня мы не можем это сделать в той мере, в которой хотим. И я с Павел Викторовичем Тихончиком разговаривал, как ректор Дальгау и возглавляющий союз всех ректоров. То есть, говорю, помогите мне в этом, дайте молодежь. У них энергии, они будут рвать вперед. То есть им нужно достигать, им нужно доказывать что-то. Почему? Потому что многие люди, которые работают, они уже просто привыкли. Они уже привыкли, что это идет. Кто-то новый приходит, начинает им что-то новое двигать, они перемолятся. И не таких мы видели. А когда молодежь вместе приходит, она энергия дает, им надо, чтобы старшие люди были рядом, они подсказывали. И их ошибки не так дорого стоили. Потому что все равно все ошибаются в этой жизни, когда практика хорошая. Я вот, Павел Викторович, здесь у нас, да, Павел Викторович? Давайте вот осуществим все-таки задуманное то, что мы с вами говорили. Может быть, нам сделать треугольник, самая устойчивая фигура в геометрии, да, ее как ни поверни, она все равно. Вот, допустим, вы как самый главный среди ректоров, я как заказчик, а молодежь как... Как операторы. Как операторы. Вот в троих сделаем вот это вот решение. Вот проект давайте такое сделаем. Сделаем. Сделаем поручение поставим в сегодняшней встрече вот этот проект. Нарисуем его, как вы говорите, молоток родился, да, на бумажке. То есть вот так же на бумажке вот сегодня себе это решение примем и сделаем. Ну а касательно практики я не против. Единственное, нужно будет учесть, мы все-таки секретоносители, всякие группы допуска есть, тоже нужно эти моменты понимать, потому что иногда прочитаешь, потом думаешь, лучше бы не читал, а то и ездить уже никуда нельзя. И не говоря о том, что уже знания порождают скорбь, да? Спасибо. Следующая траектория, это траектория здорового образа жизни. Лукинух Юлия. Уже немножко замерзла, сейчас согреется, пока стоять будет. Добрый вечер, уважаемый Александр Александрович. Я являюсь жительницей города Тында, люблю очень этот город, болею за него. Ну и, соответственно, вопрос у меня будет по поводу моего города. Молодежным парламентом при Тыненской городской думе был разработан проект и утвержден тропа здоровья. Это благоустройство левого берега реки Тында. Там предполагаются две спортивные площадки ЗОЖ. Мой вопрос. Можно ли надеяться, что на полную реализацию данного проекта будет в 2018 году выделено финансирование в рамках партийного проекта «Городская среда»? Я сразу отвечу на вопрос. Партийный проект «Городская среда» предполагает о том, что решение, кому куда что дать, принимает население. Вы это знаете. То есть это идет голосование. И вот на примере города Благовещенска, кстати, 29-го сдаем набережную. Если дождя не будет, 29-го. Если дождь, то 30-го. Вот 450 метров в рамках этого проекта достраиваем. Люди проголосовали. Все-таки я не буду подменять собой. Это нечестно будет в отношении, запланировано. Но люди сами должны у вас в Тынде определить. Я с мэром Тынде недавно разговаривал. Мы проводили селектор по поводу строительства пришкольных стадионов. Мы с «Газпромом», с Алексеем Борисовичем Миллером договорились. У вас возле одной школы строим, вы знаете. И мы поделились впечатлениями, что именно с точки зрения спорта будет делаться. Вот про Тынду я ему сказал, что мы стадион достроим. Потом я вашим ребятам, горнолыжникам, ретрак обещал. Я его привез. Все, он у вас стоит. В зиму у вас будет всю эту горку делать. И сейчас решаю вопрос. Теплый вагончик с туалетом, чтобы дети могли переодеваться. Это у меня еще недорешенный вопрос. Но, в принципе, почти решил. И вот он мне похвалился, как раз эту тему со своей стороны сказал, что он вроде как нашел спонсора, который ему поможет, вам помочь в этом вопросе. Я со своей стороны попрошу, у меня тут помощники мои присутствуют, себе пометочку сделаем. И мы обязательно с мэром Тынде, с Черенковым Геем Петровичем, эту тему обсудим. Ну и один из объектов мы обсудили с ним, сейчас с «Газпромом» решаем. Мы договорились в этом году, коль уже за спорт заговорили, мы 15 школьных стадионов и площадок делаем. По всей области от Тынды до Архары. Неважно, где заходит «Газпром», есть он или нет, даже в Селимжинском районе. Я вам говорю, очень сложно было строителей убедить туда ехать, но мы даже в Селимжинском районе это делаем. Все это без бюджета. То есть это за спонсорские деньги. Это порядка 200 миллионов рублей. Кроме этого, в 2015-2016 году за спонсорские деньги мы построили три круглогодичных катка. Это в Новоборейске, это Росгидро я компанию попросил, они помогли. В Благовещенский транснефть на Спартаке, это все за их деньги был построен. И в Райчихинске компания «Русский уголь» Гуцериев восстановили каток. Вот три круглогодичных катка мы без бюджета сделали. Плюс вот эти 15 стадионов и с Миллером. Алексей Борисович, мы сейчас на ВЭФе договорились, еще пять фоков. Как мы их видим? Два фока в Благовещенске, один под Российский союз боевых искусств на юности, второй мы на Амуре поставим, тоже план. Потом один фок Магдагачи, там мы сегодня стадион делаем, планируется. И два сегодня на обсуждение. Мы обещали каток круглогодичный поставить на границе Константиновского, Тамбовского, Михайловского района, потому что там это движение очень сильное и развитое, люди просили. И один фок у вас. Возможно, в Тынде у нас есть поручение. К сожалению, это поручение изначально было несправильно сделано, потому что спланировали каток в Тынде на трибуну 500 мест. Надо делать больше тренировочные, 500 человек еще собрать надо. Там дети должны тренироваться и взрослые. И мы, соответственно, сейчас договариваемся с Газпромом, что там у них был объект один такой, очень дорогостоящий. И, скажем, нам сегодня не нужно, и мы хотим заменить на ваш фок. Если все получится, то у вас будет каток, там где-то у вас место есть рядом, фонтан какой-то. Вот так, вроде память не изменяет. Вот там должно это быть. Но на это мне еще нужно немножко времени. Ну и в рамках набережной нашей мы сейчас пошли. Знаете, как у нас Благовещенский на ОКЦ детский городок. Мы вот хотим на улице Пионерской. Вот на новом участке сейчас 100-метровая тоже детская площадка будет. И на горпарке. То есть получается, чтобы мамы с детьми могли понимать, что есть три точки для детей. Потому что мало того, что по набережной гулять, но еще какие-то должны быть такие моменты, когда можно с детворой быть. Спасибо большое. Следующее направление работы форума – это зона риска, работа с детьми с диатным поведением. И руководитель – это Шакерзянов Алексей. Добрый день, Александр Александрович. Такой вопрос. В Амурской области все знают, что существует Дом молодежи, но стоит большая проблема уже порядка, но не менее семи лет это точно, что данный Дом молодежи не принадлежит молодежи. Он сдается коммерческим компаниям, там пребывают непонятные организации. Все, кроме молодежи. Данным домом распоряжается Российский союз молодежи. В том числе непосредственное отношение идет и Амурский союз молодежи. Как молодежь самостоятельно пыталась как-то пробить, хотя бы чтобы нас частично когда-то туда опустили, но все наши попытки были безуспешны, потому что нам даже ответов не пересылали. А непосредственно, если у нас будет одна большая действительно рабочая площадка, то есть мы знаем ее размеры, там может поселиться и КВН, и волонтеры, и работа с детьми, которые находятся в зоне риска, и психологи. То есть там мы можем консолидировать достойно все силы и общественных организаций, и в принципе инициативной молодежи. Как нам быть? Нам нужна помощь в решении этого вопроса. Он уже стоит очень остро, потому что молодежи просто негде собираться. У нас общественные организации, они пребывают либо на территории учебных заведений своих, то есть, допустим, как центры подготовки волонтеров, либо мы где-то у предпринимателей пребываем на территории собственности, либо, опять же, через гранты берем под аренду помещение. Все это делают общественные организации. Спасибо. Ну я постараюсь ответить на ваш вопрос. Я еще когда мэром Благовещенска работал, мне его задавали. Дом молодежи, кроме понятия слова «дом молодежи», в себе ничего другого не несет, к сожалению, потому что он никогда и юридически не был ни областной собственностью, не был никогда собственностью мэрии, а был собственностью еще из тех коммунистических район партии, который был передан в общественную организацию, которая себя так именует в этой части. Соответственно, ну, изъять мы его не можем, и предъявить им за то, что они называются так и используют его, ну, по роду своей хозяйственности здесь, ну, конечно, мы ничего сделать не сможем здесь. Ну, я честно говорю, как есть. Что касается дома молодежи, вы сейчас и КВНщиков упомянули, как раз у нас-то в КВНщиков стране, это свой дом недавно появился, да, буквально. У нас есть дом офицеров Российской армии. Мы его приняли, он сейчас у нас в областной культуре находится. У меня была идея такая, вот, использовать его как площадку. Площадку для вот как раз перевода туда вот организаций, общественных организаций, которые могут вот им воспользоваться. Городские, областные там уровни, неважно. Почему? Потому что, чтобы такой единый был дом. Вот мы этим вопросом сегодня так занимаемся. Это раз. И, наверное, мы все-таки добьемся этого, о чем я говорю сейчас. Хотя там потребуются некоторые капитальные вложения, но, знаете, как нужно будет брать просто комнату определенную и с нее начинать. Иначе, когда они там как осметят все на свете, и никогда ничего не сдвинется. Когда потихоньку, мы ровесникам так зал восстанавливали. Начали потихоньку, потихоньку, потихоньку. И сегодня у них свой дом и коллективы, которые там занимаются, тренируются, конечно, имеют. Но я вам честно скажу, я все-таки считаю, что молодежь, она же разная. Молодежь. И все-таки объединять всех по данную крышу, наверное, неправильно. Вот здесь вы со мной согласитесь. Есть все-таки спортивная молодежь. Им не нужно дом офицеров российской армии. Им нужно здание, скажем так, фоков, о которых мы говорим. Есть молодежь, как роботехника. Все-таки им нужно ближе быть к факультетам определенным, в БГПУ. Почему? Потому что расходники есть, педагоги определенные есть, и посещение. Остальное все в кафе можно обсудить, или сегодня в соцсети позволяет в этой части. Культурная молодежь. Вот я, допустим, когда мэром был, кинотеатр, знаете, в микрорайоне возле ИДО, мы его у собственника обратно изъяли, потому что, ну, в принципе, он им не пользовался, там был какой-то клуб, то работал, то не работал. И мы его просто изъяли и отдали в ОКЦ, и сегодня там, ну, соответственно, акцент поставлен на молодежь, которая пляшет, танцует и пытается что-то там в хореографии себя проявить. Здесь нужно понять площадку под кого. То есть если мы... То есть молодежи разными увлечениями. То есть в культуре одни, в спорте одни, кто-то в музее собирается, кто-то еще. То есть если это должен быть такой, как дом приемов молодежи, это одна ситуация. То есть, ну, вы столкнетесь с тем, что... Ну, иногда просто он не нужен, просто есть площадка уже подготовленная, которая там, ну, многого использования, да, то есть как в ОКЦ свой ресторан есть, вам нужно, если собраться, провести встречу, вам столы поставят, свет включат, микрофоны подключат, музыка есть, все есть, пожалуйста, приходите, собирайтесь, проводите, да, мероприятия какие-то. Здесь нужно вот подумать в этой части. Спасибо. Девятое направление – это патриотическое воспитание. Руководитель направления, координатор направления – Окурчина Алена. С этой стороны. Добрый вечер, Александр Александрович, уважаемые участники форума. Ни для кого не секрет, что в последние годы большое развитие получило направление патриотического воспитания молодежи. Так, в рамках нашего форума также есть площадка этой тематики. Нам хотелось бы услышать, что лично вы вкладываете в понятие патриотизм? Честно, ты? Нет, просто у нас, знаете, много таких… Я раньше так политики далек был, когда сейчас вот столкнулся, там, не был на региональной площадке, многие товарищи у нас там выдают себя за патриотов региона, а когда начинаешь глубоко погружаться в их мысли, в их возможности, в их действия, так думаешь, так не патриоты вы. Кто такой патриот в моем понимании? Патриотизм – это лучшее проявление патриотизма, это поступок. И когда ты берешь поступок и его расцениваешь, тогда ты понимаешь, это патриот или не патриот, это патриотика или не патриотика, и что он руководствовался в этом плане. То есть вот слово ключевое – поступок – это проявление патриотизма. Грамотный поступок, правильный поступок в нужном направлении, значит, это и есть патриот. Если поступок с другими синонимами, тогда не патриот, тогда, наверное, кто-то другой. Спасибо. Заканчиваем общение. Не вижу рук желающих задать вопросы. А так, кто замерз? Да, не все. Тогда заканчиваем. Или поджигаем, наконец, этот костер. Спасибо всем присутствующим. Спасибо, Александр Александрович, что выбрали время встретиться с молодежью, ответить на вопросы. Удачи.